Этого учебного года в Архипаосиповке отмечают с олимпийским размахом. День знаний во всех школах края посвящен зимним играм в Сочи. Первоклассники еще не знакомы с цифрой 2014, пока умеют читать лишь до 10, но зато уже хорошо знают, как будут болеть за российских спортсменов. Сегодня на праздничной линейке почти 760 учеников. Из них 71 первоклассник. Все рвутся за знаниями. Вначале по традиции выносят знамя школы. Гимны России и Кубани ученики поют хором, даже самые маленькие. Этот день знаний для 17-й школы Архипаосиповки особенный. На праздник приехал губернатор края. Александр Ткачев поздравил всех с началом учебного года и дал первый звонок. Я очень хочу, чтобы подавляющее количество выпускников школы номер 17, и они оставались здесь, в Архипаосиповке. Работали, создавали свою семью и гордились тем, что я живу. Вот моя школа, вот мой детский садик, вот моя первая работа. Вот здесь моя первая любовь, вот мои дети. Поэтому я советую, не ищите счастья за горами, в больших городах. Там его нет, оно здесь. Как правило, оно рядом. Мы просто не замечаем. И пусть каждому, конечно, сопутствует удача. Губернатор приехал на праздник не с пустыми руками. 8 миллионов рублей в подарок на развитие школы. Ведь учебные заведения в селах и станицах, отметил Александр Ткачев, ничем не должны отличаться от городских. А казаки сегодня вручали первоклассникам кубанки, чтобы малыши чтили традиции родного края и росли настоящими патриотами. Среди тех, кто учится отныне в казачьем первом А-классе, и Дарья Северина. Большую гордость за свою дочь испытывает отец. Мы на Кубане находимся, поэтому традиции кубанские нужно поддерживать. Не важно, там мальчик, девочка. Будем поддерживать. А это первый В-класс. Для Татьяны Николаевны Березкиной это первый урок в кубанской школе. Раньше она работала в Вологодской области. Делится впечатлениями о Краснодарском крае с губернатором. Такой край замечательный, и жительница, и гостеприимный. Ну и сложилась личная жизнь моя так. Ваши ожидания оправдались? Да. Очень рада, приветливо, очень встретились, замечательно. Буду теперь я оправдывать надежды. Как уровень жизни отличается от Вологодской области? Уровень жизни, да, отличается. Отличается. Убранство школы очень понравилось. Понравилось оснащение. Мы темидинные. Зарплата. Зарплата у нас ниже, учителей, к сожалению, да. В Вологодской области? В Вологодской области, да. В Вологодской области зарплата ниже. Если вот здесь сказали 22 и будет 27 средняя зарплата, то у нас средняя зарплата где-то 20 тысяч. Пока учителя ознакомятся с учениками, родители в ожидании на школьном дворе. Александр Ткачев проводит своего рода первое в этом учебном году родительское собрание. Говорят о жизни на селе, о том, что нужно для развития района в целом, патриотическом воспитании молодежи. Останавливаются на демографической ситуации. Глава региона еще раз повторяет. Его мечта, чтобы в каждой кубанской семье было не меньше троих детей. Призывает родителей поддержать политику края. Хотя среди собравшихся есть и те, кто план уже перевыполнил. А у вас сколько детей? Четверо. Вероиня? Уже кто-то закончил? Двое уже закончили эту школу, да. И теперь вот третья пошла. Скоро он подрастет, пойдет. У нас четверо. А у нас сегодня новый посыл, новая идеология в крае. Мы должны биться за третьего ребенка, правильно? Чтобы большинство семей в Кубани, молодых, именно это были многодетные семьи. Не только два, но три ребенка. Как это раньше было. У наших дедушек и бабушек так же было. Победнее жили, ничего. Дети это всегда мир, согласие. Это всегда как-то жизненно по-другому устраивается, когда много детей. В 17-й школе архипаосиповки отучилось не одно местное поколение. Рождаемость в стиле растет. Меняется и само учебное заведение. Из небольшой церковно-приходской школы выросло трехэтажное здание. Гордятся здесь и единственным в крае школьным планетарием. Его создали своими руками. Александру Ткачеву показали технику и редкие фотографии из Байконура. После губернатор посетил и школьный музей. Здесь собраны уникальные экспонаты. Школьники в роли экскурсоводов рассказали Александру Ткачеву о Кавказской войне и подвиге солдата Архипа Осипова. Глава края предложил увековечить память героя и установить монумент. А после оставил запись в книге почетных гостей. Евгений Вольский, Антон Калиниченко и Денис Москаленко, 9 канал, Архипа Осиповка.